Дорогие друзья, те, кто из вас планирует поездку в Рим, очень хорошо продумайте, что вы хотите посмотреть. Некоторые туристы приезжают на два дня и за эти два дня хотят объять необъятное. Хотят увидеть весь город, посетить музей Ватикана, Колизей. Чтобы у вас осталось хорошее впечатление о поездке в Рим, все хорошо продумайте и планируйте заранее. И самое главное, рассчитайте свои силы. Если вы хотите посетить музей Ватикана и Колизей, позаботиться о билетах надо заранее. Если же вы перед поездкой начинаете искать билеты подешевле, то у вас это никогда не получится. Билеты в музеи Ватикана, Колизей и галерею Бургези надо заказывать заранее на официальных сайтах, иначе потом вам придется переплачивать. В порядке живой очереди можно попасть только в музей Ватикана. Вы можете представить, какая там длинная очередь? И поэтому я вам советую позаботиться о билетах заранее. И что касается плотности планирования дня. Я, конечно, понимаю прекрасно, что когда вы приезжаете в Рим всего на несколько дней, хочется в короткий срок посмотреть все и сразу. Но пожалейте немного себя. Потом вы не сможете вспомнить, где вы были и что вы видели. Бывает такое, что туристы проводят со мной пять часов, потом через час у них посещение Колизея это еще минимум три часа. И потом вишенка на тортик. Концерт в одной из римских церквей. Не планируйте так много на один день. Гуляйте, наслаждайтесь, отдыхайте, впитывайте атмосферу этого города. Но экскурсии по Риму я все-таки советую брать на утренние часы. И даже чем раньше, тем лучше. Когда экскурсия начинается в восемь утра, это такое наслаждение гулять по Риму, когда город еще спит. На нашем пути встречаются только местные жители, которые развозят детей по школам и потом спешат на работу. И мы гуляем с вами. Представляете? От часа к десяти все туристы просыпаются, выходят на завтрак и город постепенно начинает заполняться. Но мы на наших прогулках по Риму находим много уединенных двориков и мест, где можно спрятаться от туристических толп. При самостоятельных прогулках, пожалуйста, дорогие друзья, чтобы ваше впечатление не испортилось о вечном городе, не провоцируйте карманников своими сумками и рюкзаками. Постарайтесь сумку носить перед собой. А когда видите, что много народу, то и рюкзак поверните вперед, порезьте его перед собой. Будьте бдительны. Карманников в Риме очень много. Они умудряются даже залезть в передний карман мужских брюк и вытащить кошелек. Не хочется, чтобы из-за мошенников у вас испортилось впечатление о вечном городе. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Будьте бдительны, дорогие друзья. И даже тогда, когда вас просят кто-то сфотографировать их, тоже будьте внимательны. Бывает, что этим трюком пользуются мошенники. Пока вы фотографируете, у вас могут вытащить из сумки все самое ценное. Если ваше посещение Рима выпадает на выходные дни, и вы хотите посетить Пантеон, то визит надо бронировать на сайте. Вы должны зарегистрироваться на сайте, указать, сколько человек и во сколько хотите посетить Пантеон. Без предварительной записи в субботу и воскресенье в Пантеон не пускают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока я бегу к собору Святого Петра, покажу вам небольшие видеозарисовки. Вы не против? У меня иногда бывает так, что мы уже попрощаемся с моими туристами, а потом на следующий день можем случайно встретиться на улицах Рима и уже встречаемся и обнимаемся, как старые друзья. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok